9 мая. Праздник, который касается каждого. Минуло уже 73 года с окончания Великой Отечественной войны. Времени тяжелых испытаний, которые с честью преодолела наша страна. Во время Великой Отечественной войны студенты, педагоги и ученые Казанского федерального университета оказались в одном строю. Одни уши на фронт, другие ковали победу в тылу. Данное мероприятие, марш победы, это в первую очередь дань уважения и памяти тем героям, которые воевали и отстаивали независимость нашей огромной родины. Вот уже четвертый год по Кремлевской улице города Казани в направлении Казанского федерального университета от Кремля движутся колонны, которые в едином порыве выражают свою любовь и благодарность нашим дедам, прадедам, бабушкам, которые в тылу сражались, на фронте сражались. В преддверии Дня Победы студенчество Казанского федерального университета ежегодно объединяется для организации проведения студенческого марша победы. Это стало доброй традицией не только для вуза, но и всей республики Татарстан. Напомним, что в Елабыке и Набережных Челнах также проводится данная акция силами КФУ. Несмотря на плохую погоду, участники парада стоят на шелохнувшей страниц через всю улицу Кремлевскую. Зрители направляют камеры мобильных телефонов. Тысячи фотографий, видеозаписей заполняют социальные сети. Мероприятие началось на площади у Кремля, где состоялась церемония возложения цветов к памятнику Мусы Джалиля. Вместе со студентами в марше приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, преподаватели, сотрудники и выпускники университета. Возглавил шествие с фотографией своего деда ректора КФУ, проректора университета и почетные гости. Громогласно Ура разносилась в площади 1 мая по соседним улицам. Участие в традиционном для КФУ мероприятии студенческом марше Победы Казанского федерального университета приняли участие более тысячи студентов, в том числе из других федеральных вузов России. Для меня значит очень много в плане патриотической направленности, потому что мы приехали сюда как от военно-патриотического клуба «Патриот Сибири», Сибирского федерального университета города Красноярска. И для меня это большая честь побывать на таком грандиозном мероприятии. Ребята это будущие военнослужащие, они через буквально полтора года станут лейтенантами и будут служить в вооруженную силу. Лично для меня это значит очень многое. 23 года назад я впервые прошел старым шагом по Красной площади в составе парадного батальона. Глядя на это, я понимаю, что все традиции сохранены и будут продолжаться через поколение в поколение. У меня и прадед служил, и прабабушка. Готовиться мы начали еще два с половиной месяца назад, тренировка была каждую неделю, собирались, маршировали по два часа, очень уставали. Данная акция, организованная КФУ, состоялась уже в четвертый раз. В этот раз в марше Победы приняли участие около пяти тысяч человек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова